СМОЛЕНСКА АЭС Здесь также очень на высоком уровне все это сделано, организовано. Атомную станцию со знакомительным визитом посетил главный федеральный инспектор по Смоленской области. Мы показали наглядные примеры применения этих инструментов. Медико-санитарной части номер 135 при поддержке СМОЛЕНСКА АЭС реализуется проект «Бережливая поликлиника». Огромное количество людей работало над созданием ядерного щита страны. Концерт ко дню работника атомной промышленности. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность на сегодня 22 754 мегаватта, что составляет 101,7% от задания ФАС. О техническом состоянии СМОЛЕНСКА АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3116 мегаватт. Существенных замечаний препятствий к несению нагрузки нет. План сентября выполнен на 118,8%. Энергоблоками СМОЛЕНСКА АЭС выработано 1,97 млрд кВт-ч. электроэнергии, что превышает плановое задание на 313 млн. С начала года выработка составила более 18 млрд кВт-ч, сверх плана 1,62 млрд кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке СМОЛЕНСКА АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 30 сентября первый дополнительный кобальтовый поглотитель загружен в реактор на энергоблоке номер 1 СМОЛЕНСКА АЭС. Сделан решительный шаг к масштабному развитию современных радиационных технологий, чтобы получать не существующий в природе, но необходимый для медицины и промышленности химический элемент. Ключевое событие – начало загрузки СДПК энергоблок номер 1, 30.09. Выполнено. За это отдельное спасибо службе главного инженера. Команда выполнила поставленную задачу, и замечаний нет. Российские атомщики играют важную роль в мировых поставках изотопа кобальта. Организация производства на Смоленской станции необходима для сохранения конкурентных преимуществ концерна «Росэнергоатом» по наработке «Кобальта-60» и бесперебойной поставки в адрес канадской компании МДС «Нордюн». Соответствующий долгосрочный контракт подписан в 2016 году. Начинается новый этап в работе Смоленской АЭС. Мы видим подготовку кобальтовой ДП для загрузки в реактор. Необходимость такой работы возникла в связи с тем, что приближается вывод блоков Ленинградской АЭС, на который производился кобальт. И сейчас это будет производиться на нашей станции. Используя уникальные возможности реакторов РБМК, концерн «Росэнергоатом» остается монополистом в Российской Федерации по наработке изотопа кобальта. Области его применения настолько широки, что перспективы развития просматриваются на десятилетия. Важную роль он играет в ядерной медицине для стерилизации инструментов, материалов и в радиохирургии. Процесс загрузки кобальтовых поглотителей ничем не отличается от загрузки штатных дополнительных поглотителей с карбидом БОРа с помощью разгрузочно-загрузочной машины. Ее выполняет персонал реакторного цеха под руководством специалистов блочного щита управления. До конца 2017 года в реактор первого энергоблока будет загружено необходимое количество стержней. В 2018-2019 годах дополнительные кобальтовые поглотители загрузят в реакторы второго и третьего энергоблока в Смоленск АЭС. Процесс облучения кобальта для получения нужного изотопа занимает около пяти лет. Смоленску АЭС со знакомительным визитом посетил главный федеральный инспектор по Смоленской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Юрий Стрелецкий. Он побывал на блочном щите управления в здании главного корпуса, в помещении главных циркуляционных насосов, реакторном и турбинном залах, побеседовал со специалистами. Процесс, который обеспечивается, полностью налажен. И самое главное, конечно, о чем всегда переживают наши граждане и люди, это по безопасности наших станций. Поэтому я хочу сказать, что здесь также очень на высоком уровне все это сделано, организовано. В ходе дальнейшего знакомства с городом Атомщика в Десногорском федеральный инспектор побывал в средней школе номер 2 и на Десногорском полимерном заводе по производству упаковочных материалов. В завершении визита Юрий Стрелецкий поблагодарил руководство концерна Росэнергоатом и Смоленск АЭС за приглашение на предприятие. В медико-санитарной части номер 135 Десногорска при поддержке Смоленск АЭС реализуется проект «Бережливая поликлиника». Его суть – внедрение в сферу здравоохранения инструментов производственной системы Росатома – ПСР, успешно применяемых в атомной отрасли. С основами методологии руководство и персонал медсанчасти познакомились 28 сентября на семинаре, который провел руководитель проектного офиса Смоленск АЭС Виталий Гавриленко. Мы показали наглядные примеры применения этих инструментов, а также мы показали положительный опыт внедрения в поликлиниках, этого же проекта «Бережливая поликлиника» на примере материалов работы в Ярославле, Севастополе. Цель проекта «Бережливая поликлиника» – повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. 22 сентября состоялось совещание представителей руководства и специалистов Смоленской атомной станции и медсанчасти Десногорска, которая положила старт реализации проекта в медико-санитарной части номер 135. Для внедрения производственной системы Росатома в поликлинике выбраны два пилотных направления – регистратура и забор крови. Познакомившись с методологией ПСР, участники семинара убедились, что инструменты непрерывного совершенствования актуальны не только для АЭС, но и для любой сферы деятельности. Они помогают рационально использовать временные, трудовые и финансовые ресурсы находить области для улучшений. Сегодняшний семинар позволил нам взглянуть несколько по-новому на те проблемы, которые есть в медико-санитарной части. Мы надеемся на методологическую помощь работников Смоленской атомной станции, которые имеют большой опыт по внедрению ПСР-проектов. И, я думаю, спустя определенный промежуток времени, который нам определен, можно же будет увидеть положительные изменения, как в работе регистратуры, в работе поликлиники в целом, так и в работе, в частности, процедурных кабинетов. Жители города увидят это. В Центре информации и связи с общественностью «Нитрино» прошел праздничный концерт «Мы в единой команде на шаг впереди», посвященный Дню работника атомной промышленности. Атомщиков Десногорска и гостей города поздравил заместитель председателя первичной профсоюзной организации Смоленской атомной станции Игорь Хомяков. Огромное количество людей работало над созданием ядерного щита страны. И если мы считаем, что атомная промышленность – это базис, основа нашей безопасности, то атомная энергетика – это локомотив нашей экономики. И очень радостно, что одним из вагонов этого локомотива является Смоленская АЭС, которая сплотила в своем составе огромный коллектив единомышленников, мастеров своего дела, профессионалов с высокой буквы. С Днем работника атомной промышленности зрители в зале поздравляли творческие коллективы сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС, Театр песни «Шанс», ансамбль народного танца «Веселинка», ансамбль «Жаворонок», хореографический ансамбль «Кураж», ансамбль танцев народа мира «Радуга». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, а также в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру Я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин